Привет, студент! Ты смотришь Универ Ньюз. Специально для тебя самые свежие новости студенчества. Их имена никогда не забудут. В Елабужском институте КФО состоялось открытие научно-практической конференции в их именах величия России. Опасно смотреть каждому. Ученые Казанского университета борются с радиацией. Сегодня, 25 января, все студенчество празднует Татьянин день. Прямо сейчас нам поступили кадры с празднования Дня студента. Более подробный сюжет с Татьяниного дня смотри в нашем следующем выпуске Универ Ньюз. Не пропусти! Сердце означает стол. Мы, старшее поколение, тоже когда-то были студентами и ждали этот замечательный праздник. Это праздник, объединяющий всех молодых людей, не только по возрасту, но и всех тех, кто чувствует себя молодым, несмотря на свой, может быть, уже и преклонный возраст. Поэтому я хочу от души всех поздравить, пожелать удачи и сказать, что будьте всегда молодой душой. С праздником вас! В этот день студенты и профессора всегда гуляют вместе. И это очень хорошая традиция. Давайте ее сохранять и приумножать. Будьте вместе со своими учителями. Учителя вас учат только хорошему, а вы должны учиться только хорошему. С праздником еще раз! Вот здесь дела, гуляй, славит видов! Осталось, что мир не изменит столетия, и праздник продлится всегда! Светы были посвящены будущему нашего университета. Огромное желание сделать наш с вами общий дом. Министр по делам, молодежи и спорту Республики Татарстан Григорина Рустама Маратовича! Друзья, сегодня наш профессиональный праздник, что-то мы очень скромно хлопаем. Давайте поаплодируем тебе, сегодня наш праздник. 25 января в Елабужском институте КФУ состоялось пленарное заседание научно-практической конференции «В их именах величия России», посвященное 185-летию Шишкина и 160-летию Бехтерова. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ торжественно открыли пленарное заседание научно-практической конференции «В их именах величия России», посвященной 185-летию Ивана Шишкина и 160-летию Владимира Бехтерова. Организаторами конференции выступили Елабужский институт КФУ, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, а также администрация Елабужского муниципального района. Мы имеем счастье, что вот Елабужский филиал наш организовал такое мероприятие. Оно очень трогательное мероприятие. Очень, вот я не знаю, как будет, вы друг друга пока не видите, но то, что мы видим, это очень душевные, хорошо настроенные лица. Шишкин и Бехтеров – это одни из известнейших уроженцев Елабуги, которые внесли неотъемлемый вклад в искусство и отечественную военную психоневрологию. Научно-практическая конференция в их имена величия России пройдет с 26 по 27 января. Аделя Шамилова, Айдар Сальхов, Универньюз. А теперь самые свежие новости всемирной паутины. Что нового подготовил нам интернет сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. Президент Атарстана Рустам Миниханов поздравил студенчество республики «С днем студента» в своем инстаграме. Лидер республики выложил в социальные сети снимок своего студенческого билета, выданного в 1973 году. Фотографин сопроводил подписью «Сегодня студент, завтра президент». С праздником и успехов в учебе. В сети появился фильм о Шаймиеве «В поисках Тартарии», который снял ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев. Фильм был снят к 80-летию первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. В Татарстане наблюдателями на ЕГЭ станут студенты вузов. Вузы отберут наиболее успешных к учебе студентов, которые должны будут пройти обучение, аккредитацию в Миномбарнауке Республики Татарстан. В Казани разработали добрую карту. Карта распространяется в рамках проекта «Мне бы кто помог». В ней есть контакты благотворительных организаций, которые доступны тем, кто нуждается в помощи, но не знает, куда обратиться и как это сделать. Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ посетили главный операционный директор медицинского холдинга «Современные медицинские технологии» Константин Шарко и директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования для медицинских работников Академии медицинского образования имени Иноземцева Наталья Кощеева. В задачи из СМТ и ОМО входит планирование сотрудничества с КФУ, имеющим опытом работы в области симуляционного обучения с целью создания в Санкт-Петербурге своего профильного центра. В КФУ состоялась защита дорожной карты Института психологии и образования. Впервые после завершения ремонта Ильшат Гафуров продемонстрировал сотрудникам КФУ и гостям университета Центр педагогической магистратуры. В домашнем матче Евролиги Уникс уступил дома турецкому Фенербахче в 81-86, допустив много ошибок. Сегодня, 25 января, Казанский Акбарс в очередном матче чемпионата КХЛ чемпионата России по хоккею сыграет с командой Сибири. С крупнейшей аварии на атомной электростанции Фокусима прошло несколько лет. Однако выброшенные воды Японии литры радиации по-прежнему предоставляют огромную опасность для всего человечества. Как известно, влияние радиации здоровья не добавляет. Но нашу съемочную группу опасности не испугаешь. Корреспондент Аделя Шамилова выяснила, как закрыть основной путь проникновения радиации в организм человека. Подробности прямо сейчас. Мир помнит, как 11 марта 2011 года мощное землетрясение потрясло Японию и вызвало цунами, которое обрушилось на восточной побережье страны, разрушая дома и коммуникации, унося жизни сотен тысяч человек. Эта катастрофа стала крупнейшей со времен Чернобыля и показала, насколько уязвимы системы безопасности на японских атомных станциях. А впоследствии аварии на атомной электростанции «Фукусима» скопились миллионы литров радиоактивной воды. Невозможно предсказать, как радиация уже в ближайшие годы повлияет на экосистемы. Вот в водах «Фукусимы», которые нужно поочистить, концентрация этих радиоуклидов не превышает 10-6 мм на литр. Ну, это очень маленькие количества. Но памятая вот этой опасности, что она может накапливаться, то, в принципе, проблемы, конечно, огромные. Американские и российские ученые из Техасского университета и Казанского федерального во главе с профессорами Джеймсом Туром и Айратом Демиевым предложили свой вариант решения проблемы. Фильтры на основе углерода, очищающего воду от радиоуклидов. Мы решили приготовить сорбент, который бы эффективно сорбировал, удалял из воды радиоуклииды. А радиоуклииды – это что? Это положительно заряженные катионы металлов. И еще наша задача была сохранить вот этот углерод в такой, в гранулярном таком состоянии, чтобы он не распадался на отдельные листы, на маленькие частицы. Основа фильтров – модифицированный углеродный материал. Его получают путем обработки существующих углеродных частиц окисляющими химическими веществами. Такая обработка значительно увеличивает площадь их поверхности и добавляет в их структуру молекулу кислорода. Для этого используются два продукта на основе углерода с пористой структурой. Фильтры уже имеют свои названия – цесил и шунгит. Первый используется при добыче нефти в качестве ингредиентов буровых растворов. Второй шунгит – это горная порода, по своему составу, занимающая промежуточное положение между андроцитом и графитом. Большие скопления шунгита встречаются именно в России. В нашем случае мы взяли такую простую вещь, как шунгит. Его в Карелии очень много, в месторождении чуть ли не весь мировой запас. И потом простейшим способом мы его обрабатываем. Как это порошок, его можно сформировать и в таблетке, и в колонку забить, уплотнить и, пожалуйста, пропуская через него воду. В ходе лабораторных испытаний цесил уже показал высокую эффективность при поглощении радиоактивных катионов цезия, и стронция, и загрязненной воды. Именно они стали основными источниками заражения воды на фукусиме. Но используемые фильтры отнюдь недолговечны. После поглощения ими радиоактивных катионов фильтры придется сжечь, а оставшаяся в небольшом количестве радиоактивная зола будет подлежать специальному захоронению. По мнению ученых, совсем скоро воду можно будет просто пропустить через новейшие фильтры, а после уже очищенную воду можно будет, не опасаясь, сбрасывать в океан. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. За 212 лет истории Казанского федерального университета его выпускники сделали много открытий и внесли значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки, культуры, образования и производства. В честь одного из выдающихся выпускников КФУ открылась выставка. Все подробности смотрите далее. Выставка с честью неслить звание выпускника Казанского университета открыла свои двери в музее истории КФУ 24 января. Она была создана из фондов геологического музея имени Штукинберга. Воспитанники Казанской геологической школы всегда активно принимают участие в изучении и освоении новых территорий во всех уголках земного шара, часто являясь первооткрывателями месторождений. Фонда геологического музея КФУ сформировалась за счет дарений, в том числе и от выпускников геологического университета. Одним из них является Замараев Арнольд Анатольевич. Конечно, 2017 год очень плодотворен на различные юбилеи. Но мы решили его начать с выставки, посвященной тому, что может сделать выпускник и чего он может достичь в результате своей очень активной, творческой, плодотворной деятельности. За свою долгую трудовую деятельность на севере Якутии Арнольд Анатольевич Замараев, как увлеченный человек, собрал коллекцию минералов горных пород и палеонтологических образцов, которую впоследствии подарил геологическому музею. На выставке можно увидеть привезенные Замараевым из экспедиции фрагменты костей и зубов, шерсти и кожи мамонта. Минералы, выставленные в витринах, собраны на открытых Замараевым месторождениях. Коллекция уникальных агатов собрана в бассейне реки Колыма. Все, что имел, он сказал своей семье. Все передам в геологический музей. И так и сделал. И он не одинок. У нас много таких выпускников, которые свои коллекции передают в музей. Мы их очень ценим, любим. И мы рады, что серию выставок, посвященных выпускникам геологического института факультета, мы начинаем именно с Арнольда Замараева, как с одного из выдающихся его представителей. Помимо минеральных дарений, на выставке также представлены личные документы Замараева. Фотографии, воспоминания, записки северянина, грамоты, коллекция значков. Открытие выставки посетили дочь и внук Арнольда Анатольевича. На самом деле он любил людей, любил друзей, любил вообще жизнь. И всегда очень гордился тем, что он является выпускником Казанского университета. Он говорил, что если бы можно было создать карту из открытия выпускников Казанского университета, открытия месторождения, эта карта бы покрыла всю территорию тогда еще Советского Союза. Пока это все новости на сегодня. Улыбайся чаще и будь в хорошем настроении. С тобой была Елизавета Евтифеева. Пока.